приветствую друзья сегодня у нас на обзоре вот такие вот интересные беспроводные наушники от известного нам бренда wiser называется wiser tp1 собственно но во первых они на магнитиках не выскакивают как сидят на ушах так разговаривает исключительно на китайском языке к сожалению так одно ухо второе ухо собственно сидят достаточно удобно звукоизоляция отличная вот такие вот маленькие симпатичные наушники от компании wiser и сегодня предлагаю них подробненько и поговорить поехали приходят наушники вот в такой вот белой коробке с надписью wiser true wireless headset tp1 почему-то через точку пишется не знаю джанксен дизайн если правильно прочитал на обратной стороне конечно же у нас есть технические характеристики bluetooth 5 версии плюс edr импеданс наушников 22 ома диапазон частот 20 герц 20 килогерц драйвер 10 миллиметров чувствительность 98 децибел чип реалтек какой неизвестно вес наушника 5 грамм емкость 55 миллиампер час защита ipx5 ну и время работы где-то 35 часов зависимости от вида использования чехол зарядка 400 миллиампер час и вес чехла 33 грамма но собственно вот такая вот упаковочка внутри все достаточно цивильно было то есть здесь лежал кейс здесь всякие аксессуары что же собственно было из комплектации вот такая вот инструкция судя по всему по эксплуатации здесь нам подробненько объясняется что и что на нескольких языках мы не будем сейчас разбираться собственно там все и так понятно еще одна инструкция тут тоже нам подробно объясняют где что и также как и за что отвечают все кнопки есть listen more то есть гарантийный талон судя по всему зарядкам кстати зарядка посмотрите это у нас юсби на тайп си то есть тайп си кабель уже в беспроводных наушниках это здорово и два набора амбушюр амбушюры у нас друзья ну опять таки все маленькие очень маленькие если посмотреть на те амбушюрки которые использую я вот то рядом с ними они вообще миниатюрные кажется здесь они прижаты сейчас покажу но вот так вот то есть мне все эти амбушюры не подходят не приходится использовать опять-таки насадки из своего комплекта из своего набора но насадки бывают двух типов с широким и узким горлышком абсолютно обычные силиконовые но жалко что маленькие и конечно же из этого следует недостаток то что вот со сторонними амбушюрами кисть до конца не закрывается если одеть пенки так вообще он не закрывается но вот с этими вот таким вот образом остается приоткрытым конечно же тут есть магнитик сейчас все вытащу наушники ну во-первых магнитик есть внутри то есть наушники не выскакивают коммутация происходит через вот такие вот два поля наушники говорят исключительно на китайском языке мне это не очень нравится но другого варианта нет вот здесь смотрите магнит довольно сильный магнит примагничивается наушники внутри тоже примагничивается но место здесь для каких-то других амбушюр крайне мало то есть можно было конечно придумать и сделать вырезы побольше было бы тогда действительно здорово но вот сделали вот так вот надпись wiser выглядит это как яйцо очень удобно носить мне но мне очень нравится то есть soft touch пластик классно классно везде сделано такое под золото снизу type-c для зарядки здесь есть но это у нас светодиод индикации я не понял каким образом можно узнать насколько еще осталось заряда потому что но вот он горит когда наушники внутри заряжаются то есть как узнать емкость текущую аккумулятора непонятно то есть сколько там сколько осталось на сколько зарядов вообще заряжается сам чехол за два часа наушники внутри чехла заряжаются тоже за два часа ну и примерно можно сделать четыре полных заряда то есть суммарно это около 20 часов прослушивания музыки на одном заряде у наушников есть защита ipx5 это защита от водяных потоков с любого направления пробивают они через две стены то есть об этом еще сейчас подробненько поговорим по поводу чехла наверное это и все друзья красивый удобный в карман замечательно залазит выглядит стильно то есть даже на стол положить очень даже симпатично перейдем к самим наушникам а то я начал уже забегать наперед у нас есть два поля для зарядки вот такая вот длинная штука здесь у нас с этой стороны микрофон с этой стороны это светодиод видите он сейчас мигает есть три компенсационных отверстия r звуковод прикрыт сеточкой есть также специальный выступ для удержания амбушюр с этой стороны у нас сенсорная панель вот за что хочу похвалить друзья сенсорная панель не имеет случайных нажатий то есть если мы как-то вот вот так вот сделаем да ничего не произойдет чтобы что-то произошло надо прям полностью палец приложить уверенно так и тогда сработает если долго нажимать происходит включение выключение наушника если коротко это либо ответ на звонок либо переключение трека при удержании либо пауза если вот так нажать и отпустить сами наушники через какое-то время уходят в сон и надо заново либо включить по кнопке да вот так вот удержать либо поместить в кейс и оттуда извлечь что еще из интересного могу сказать если поспешить вот так извлечь наушники побыстрее их подключить к смартфону то подключается только правое ухо такое случается да такое бывает что делать в этом случае но можно либо вот так вот выключите включить либо снова поместить в кейс доставить дать им возможность спариться то есть они друг друга сначала должны найти а потом уже соединяться со смартфоном еще недостаток который меня сильно возмутил друзья это когда наушники коммутируются смартфоном у них выставляется максимальная громкость то есть они буквально орут надо эту громкость уменьшать и на мой взгляд это минус потому что когда вот я только скоммутировал пытаясь уменьшить громкость уменьшается громкость звонка не громкость наушников и все равно они орут то есть надо подключил их включил музыку только после этого уменьшать громкость есть такой мелкий такой недостаток в каждом ухе как вы поняли по микрофону в транспорте собеседник слышит отлично нормальные микрофоны нормальные средние микрофоны никакого суперчистого звука вы здесь не услышите но в принципе нормально как я уже говорил через две стены бьет защита ipx 5 все с этим здорово есть светодиод светодиод время от времени мигает но он мигает с внутренней стороны то есть никого это собственно не беспокоит наушники закрытые то есть окружающим не слышно что у вас там происходит сидят на ушах замечательная звукоизоляция но в зависимости от подбора амбишура отлично мне вот с этими вот комплектными звукоизоляция была отвратительная с моими нормальными большими амбишурами хорошая звукоизоляция ну собственно вот и все да да еще и благодаря чипу realtec наушники очень хорошо ловят на улице вот у меня были blitzwolf да и сейчас есть blitzwolf fire 1 вот если у меня телефон находился в боковом кармане они почему-то постоянно теряют связь с задним в каком на грудном замечательно эти наушники ловят великолепно везде то есть куда бы я не засунул смартфон связь будет ловиться отлично это мне кажется заслуга именно чипа realtec поэтому в этом плане все очень хорошо по звуку при подключении к смартфону автоматически активируются оси кодек то есть детализация в звуке нормальные и общее качество приличное а значит модель замечательно подойдет не только для спорта но и можно музыку в спокойной обстановке послушать первое что хочется отметить звучание это очень сочная музыкальная подача да так что наушники просто не хочется вынимать из ушей какого-то уклона микро детальности у них конечно же нет музыка воспринимается единым потоком но слушать ее при этом безумно приятно а самое главное что в ней нет того выделения свистящих и шипящих звуков которые мы встречали в blitzwolf и ausdome то есть в tp1 можно комфортно слушать не только музыку но и аудиокниги даже какие-нибудь сомнительного качества подкаста а вот это уже реально круто бас данной модели сильно акцентирован да так что любители этого диапазона останутся в полном восторге ну а кроме того он выделяется на фоне конкурентов довольно неплохой прорисовкой и глубиной звучания контрабас здесь конечно далек от естественности но вот синтезированные тембры звучат весьма достойно средние частоты выделяются отличной передачи эмоций какой-то особенной теплотой и насыщенностью голос но и например духовые инструменты звучат просто нереально завораживающий ничего подобного друзья в этом форм-факторе я еще просто не слышал верхние частоты на мой взгляд чуть-чуть ослаблены конечно разнообразные отзвуки перкуссия высокочастотные элементы представлены в полном объеме полным спектром но все-таки немного отведены на задний план но это и позволяет добиться того уровня экспрессии теплоты словно ты слушаешь какой-то там вот старый добрый ламповый усилитель не знаю как это описать точнее друзья очень грамотный главное вкусно приготовленный звук мне бы конечно хотелось еще и меньше акцент на низах но тогда в условиях города его реально может не хватать вот басов сцена в тп-1 строится корректно то есть непосредственно перед слушателем жанровой принадлежности я также назвать не могу с учетом вот именно музыкальности подачи звучать будет но на мой взгляд все что угодно разве что я бы посоветовал остерегаться каких-то вот мульти инструментальных композиций третью скрипку в пятом ряду в них проследить будет очень очень непросто а так я слушал джаз металл разнообразную электронику рок-поп этнику даже world music да здесь нет любимой мной кристальной прозрачности но при этом ушки обладают каким-то вот особенным магнетизмом так что их действительно хочется слушать и слушать подводя итоги наушников вайзер тп-1 конечно есть недостатки но связь они держат отлично очень стильно выглядят просто шикарно звучат если говорить исключительно друзья звучание то подобного у подобного типа наушников лучшие до сих пор ничего не слышала у меня побывало очень много моделек это были вазер тп-1 на наушники яйцо выглядит действительно классно то есть никто не остается равнодушным от этого дизайна с одной стороны с другой стороны ну вот хотелось бы конечно чтобы помещались и большие амбушюры а так очень годные наушники у айзер тп-1 на этом всем спасибо всем пока пока подписывайтесь на канал слышишь спасибо